Приветствую всех на канале мылоопт. Сегодня я проведу для вас мастер-класс по приготовлению мыла с нуля под названием антиакне. Для этого нам понадобятся такие ингредиенты. Квасцы алюмокалиевые, ЕДТА, эфирное масло лимона, лимонин, эфирное масло вербены, гелевый краситель розовый, масло кунжута, глицерин, кокосовое масло, пальмовое масло, каустическая сода, голубая бина с ромашкой. Используем в приготовлении мыла обязательно защитные очки, чтобы защитить наши глаза. Так как мы работаем с опасными для здоровья веществами, это каустическая сода, защищаем лицо респиратором. Заранее я подготовила и заморозила отвар из трав шалфея. Также нам понадобятся электронные мерные весы, погружной блендер и емкость для взбивания и приготовления нашего мыла. Я взвесила 75,6 грамма каустической соты, 187 грамм травяного отвара, 40 грамм мелкопомолотой соли и 15 грамм алюмокалиевых квастов. Сейчас я буду разводить щелочь во тваре. Для этого я буду насыпать щелочь во тварь. И ни в коем случае не наоборот. Иначе у нас произойдет бурная, опасная реакция. Хорошенько размешиваем. И когда полностью растворится наша щелочь, мы добавляем нашу соль с алюмокалиевыми квастами. Также тщательно размешиваем до полного растворения. На электронных весах я взвесила 80 грамм глицерина, 215 грамм пальмового масла, 215 грамм кокосового масла и 105 грамм кунжутного масла. Сейчас я подогреваю эти масла на водяной бане, чтобы температура отвечала температуре щелочи, порядка 60 градусов. Можно воспользоваться градусником, можно также определить температуру на ощупь. Для приготовления мыла мы используем вот такие формочки пластиковые. Я подогрела масло и сейчас буду вливать щелочной раствор солью и затем взбивать погружным блендером до наступления следа. Не забываем работать в перчатках, которые предохраняют нас от нежелательных ожогов после щелочи, а также в очках и в респираторе. Я добавила в мыло 30 грамм голубой глины, 20 грамм EDTA, 10 миллилитров красного гелевого красителя и 15 миллилитров эфирных масел. Теперь снова взбиваем наше мыло. После взбивания наше мыло перешло в стадию следа, как видим. Это значит, что на его поверхности остаются следы. Теперь мы можем разливать мыло в формы. Я залила мыло в формы и буду ждать его полного застывания. Напоминаю, что соляное мыло изготавливается только в формочках отдельных. Форма для нарезки не подходит, так как сильно крошится при нарезании. Вот такое красивое мыло получилось у меня. Я вытянула его из формочек через 3 дня. Это мыло приготовлено холодным способом, поэтому еще 40 дней ему нужно постоять, чтобы масла с щелочью вошли полностью в реакции и им можно было пользоваться. Напоминаю, что все ингредиенты для создания данного мыла Вы можете найти на сайте Мыло.Оп. Благодарю всем за просмотр и до новых встреч!